Ну а на этой неделе всех удивил житель столицы Азербайджана. Он называет себя внебрачным сыном легендарного разведчика Рихарда Зорге. Что важно, о его существовании никто раньше и не подозревал. Живет он на улицах Баку, пенсию не получает, мечтает только о тарелке супа. Я квартиры не нуждаюсь, я нуждаюсь в горячем питании. Зорге в какой-то степени национальное достояние Азербайджана. И все потому, что он родился в Баку, в семье немецкого нефтянника. Это было в 1895 году. Сегодня в республиканской столице парк назван его именем. Здесь установлен памятник разведчику. А это район, где он жил. Поселок Санбучи. Уцелел дом, в котором Зорге провел раннее детство. Четыре года он жил вот в этом здании. После того, как ему исполнилось четыре года, его семья переехала в Германию. Сейчас здесь дом-музей Рихарда Зорге. Мы, жители Сабунчинского поселка, гордимся этим. Бездомный из Баку, называющий себя сыном Зорге, тут же прославился и вынудил многих перечитать биографию знаменитого шпиона. Почти восемь лет тот служил в советской разведке в Японии. Работал под прикрытием корреспондента немецкой газеты «Франкфурт-Рундцайтунг». В 1941 году именно он передал Москве точные данные о том, что фашистская Германия готовит нападение на Советский Союз. Известно также, что Зорге был любвеобилен и женат был дважды, но детей у него не было. Так что биографы разведчика считают мужчину из Баку самозванцем. Конечно, завести ребенка можно и за несколько минут, но все-таки этому бомжу из Баку гораздо меньше лет. То есть ему так, если он, допустим, родился в 1936 году, должно быть уже под 80, а ему и 60. Я думаю, что у него, конечно, могли быть дети, наверняка, учитывая огромное количество у него любовниц и случайно, что называется, света. Но это, скорее всего, в Китае и в Японии от местных женщин или же в Японии от, учитывая огромное количество у него там в Токио, да не только в Токио, а там в тех городах были, где иностранные произведения, у него было огромное количество любовниц.